Скайвей. Дорога в новый мир. В прямом и переносном смысле. Мир с чистым воздухом, с цветущими садами, с экологическими строениями и домами, со счастливыми семьями, с богатыми материально и духовно людьми. На правом углу этой картинки, в которой показано уже совсем недалекое будущее, вы видите календарь 2015 года, который нам подарил основатель группы компаний Скайвей Анатолий Эдуардович Юницкий. В этом календаре 12 месяцев, которые принесут много новых событий, впечатлений, решений. Это начало всех больших перемен, которые принесут миру в Скайвей. Сегодня каждому жителю нашей планеты дана возможность быть причастным к великому делу, которое начал человек всю свою жизнь, посвятившей разознательной нашей Земли, наших детей, будущего нашей планеты. Все начинается с мыслей, с умения и одержимости человека реализовать свою идею, несмотря на преграды, испытания, которые всегда возникают на пути чего-то великого, что меняет мир. Анатолий Эдуардович Юницкий – человек, с которого началась история Скайвей. Ученый, изобретатель, предприниматель, который в течение 36 лет неуклонно шел к своей мечте, которая сегодня притворяется в жизни, и к которой присоединяются сотни тысяч человек во всем мире. Руководитель двух проектов ООН, член Федерации космонавтики, его биографии более 80 пациентов на изобретение научных фонографий, более 200 научных работ, два транта ООН, золотые медали Всесоюзного выставочного центра. Все это связано и подтверждает инновационность транспортной системы на основе струнных технологий. С наградами, отзывами, патентами, которыми описаны целые страницы биографии Анатолия Юницкого, можно ознакомиться на сайтах компании и самого автора. Но самое главное в том, что он сумел не только разработать, но и доказать жизнеспособность своей идеи и дойти до ее воплощения в жизнь. А все началось с упорства молодого инженера из Гомеля, который с юных лет был одержим идеей освобождения Земли от тяжелых последствий нашей цивилизации. С мечтаний подростка, который в детстве бывал по зеленым лугам белорусской деревни, а приехал туда после черногорской катастрофы, видел там только сохшие деревья и брошенные дома. Многие смотрели белорусский документальный фильм 1989 года «В небо на колесе» про инженера Анатолия Юницкого, который уже тогда в правительственных и ученых кругах демонстрировал разработанные схемы антигравитационного корабля. Фильм с очень глубоким смыслом. Я родился в деревне Круппе, я там вырос и учился в школе. Я бегал там босиком, я был там недавно еще раз. Надо самому видеть. Я понял, что я потерял Родину. Навсегда потерял. Мы все потеряем, вот так, понимаете? Не только Круппе, а всю страну, всю планету. Эти слова в фильме говорит юный инженер Анатолий Юницкий. Сегодня генеральный директор, генеральный конструктор группы компании Skyway, автор струнных технологий. И эти слова говорит о сути человека, о его понимании вещей и ценностей. Уже в 89-м году он предлагал технологию для вывода индустрии в космос и восстановления озонового слоя. И тогда чиновники гибали головами. Этот проект слишком грандиозен, ведь надо подумать. Пока правители мира всего думали, Анатолий Эдуардович творил. Работая над космическими технологиями, как один из элементов была разработана транспортная система на Земле, сегодня получившая название Skyway, которая является начальным звеном пути к реализации программы безракетного освоения космоса. При реализации проекта Skyway Анатолий Эдуардович намерен вместе с нами заработать те средства, которые нужны для освоения космической программы. И как он говорит в одном из своих интервью, может, я эгоист, но я решил заработать миллиарды не для того, чтобы купить острова, яхты, дома, но чтобы вложить эти средства в космическую программу, которая спасет человечество и моих внуков и правнуков. В этой картинке наше недалёкое будущее, когда воздух будет чистым, планета зелёный, а транспорт, в том числе и космический, быстрым, доступным и безопасным, где всё работает не во вред, а на благо человека. И воплощение этой идеи уже не за горами. Над её реализацией сегодня благотворно работает коллектив талантливых инженеров, конструкторов, специалистов. Технологии общепланетного транспортного средства, основанного на стройных технологиях, легли в основу создания инновационной надземной транспортной системы Skyway, не имеющей аналогов в мире. Транспорт нового поколения способен вывести жизнь человека на качественный новый уровень, предотвратив при этом надвигающуюся экологическую катастрофу. Такая космическая программа ждёт своей очереди, перейдём к истории струнного транспорта на Земле. В течение 36 лет разработана технология, осуществлён комплекс лабораторных, стендовых, модельных и полигонных испытаний. Анатолию Эдуардовичу многое удалось сделать благодаря грантам ООН и Советскому Союзу. Некоторые этапы реализации проекта ученый финансировал из своих собственных средств. Элементы струнной технологии прошли апробацию на моделях файро-динамических испытаниях в Санкт-Петербурге, на стендовых и лабораторных испытаниях в Винске и в Москве. На средства, уделенные губернатором Александром Лебеди, был построен тестовый образец струнной дороги в озёрах Московской области. Лаборатория весом 16 тонн, размещенная на стальных колёсах грузины, катилась по тонким рельсам 1 метр, который весит меньше 100 килограмм. Для сравнения, метр банкового моста весит около 2500 тонн. Метр железной дороги со всей насыпи удерживает от 5 до 10 тонн. На данном полигоне в течение 9 лет были проведены тысячи испытаний. Измерялось натяжение, изгибы, изменение температурных перепадов и было доказано, что путевая структура, метр, которая весит менее 100 килограммов, может выдержать 16 тонн груза. Жизнеспособность данной технологии была полностью протестирована и доказана. Струнный транспорт имеет огромное количество документов в поддержку технологий и адресных проектов за подписью заместителя генерального секретаря ООН Клауса Тетфера, президентов, министров, послов, губернаторов, мэров разных стран. На создании проекта и документации поезда на магнитной художке у компании «Сеймэнс» ушло более 40 лет и более 6 миллиардов долларов. Юницкому и его команде подобную и даже более сложную работу удалось проделать за 36 лет и всего лишь за 300 миллионов долларов. При этом разработана не одна модель поезда, а более 100 моделей рейсовых автомобилей, городских высокоскоростных грузовых. Разработана целая новая транспортная отрасль, включающая струнные эстакады, инфраструктуру, станции, вокзалы, терминалы, пепо, стрелочные переводы, системы управления и другие. В 2013 году в Лондоне была создана компания EuroAsian Rail Skyway Systems с уставным капиталом свыше 136 миллиардов пунктов стерлингов. Интеллектуальная собственность, ноу-хау, созданные за существующие 36 лет, были оценены независимыми экспертами и внесены в качестве уставного капитала четырех компаний в общей сложности на сумму 400 миллиардов долларов. Один год спустя это уже группа компаний Skyway, выходящая на мировой рынок с транспортной технологией четвертого поколения. Транспорт второго уровня, то есть над землей, на легких сверхпрочных эстакадах. Это юнибусы, юникары, юнилеты, скайбоссы, достигающие скорости до 500 километров в час. Экологичные, комфортные, надёжные и одновременно дешёвые в строительстве и эксплуатации. Это дорога, которая соединит весь мир, каждый город, каждую деревню, даже в самых недоступных местах, в единую сеть, которая сделает наш мир более безопасным, более экологичным и комфортным. Ситуация сегодня, которую мы стараемся не видеть. Сегодня в мире закат на асфальт территория, превышающая площадь в Великобритании почти в 10 раз. Это земля мертва. Экологически деградировано ещё 10 раз большее территории почвы, прилегающих к дорогам. Уничтожен плодородный слой земли, который создавался в миллионах лет. Воздух, которым нельзя дышать, леса и поля, которые уничтожают, закатывая в асфальт, разрушение озонового слоя атмосферы. Это неизбежно приближает мировую экологическую катастрофу, которая убьёт всё живое на земле и уже убивает. В двигателях автомобилей и топках электростанций сжигаются триллионы тонн атмосферного кислорода. В мире выплавляется 1,5 миллиарда тонн стали в год. Потребление источных вод более 50 триллионов куберметров. В карьерах и шахтах добывается более 1,2 триллиона тонн различного сырья, после переработки которых попадают в природу более 120 миллиардов тонн различных экологически опасных и канцерогенных веществ, вызывающих глобальные экологические проблемы. Через 50 лет кончится уголь, нефть, газ, вода. Чтобы построить 1 километр железной дороги, надо изъять из-за оборота 50 тысяч кубометров водородной земли. Насык убивает почву, разрушает движение грунтовых и поверхностных вод, миграцию животных, огромный расход сырьевых ресурсов. Каждый год в мире полтора миллиона человек погибает в автокатастрофах, а 20 миллионов получает травмы и становится инвалидом. Если не предпринять кардинальных мер, то по прогнозам, количество смертельных случаев при авариях на дорогах к 2020 году превысит 1,7 миллиона. Транспорт уносит больше жизней, чем войны и катастрофы. И так, надоевшие пробки на коне этого становятся мизерной проблемой. За один год только аэроплод тратит более 18 миллионов тонн авиационного керосина, для сжигания которых из атмосферы безвозвратно изымается 58 миллионов тонн атмосферного кислорода, который мы ввешим. В озоновом слое выбрасывается более 100 экологически опасных консергенных и химически активных продуктов горения общей массой 77 миллионов тонн. Некоторые продукты горения самолетных двигателей вымываются в течение года и все это время разрушает озон, спасающий все живое на планете от ультрафиолета. Это сгорание кислорода, который годами вырабатывает войны и леса, которые тоже мы вырубаем. Мы должны понимать последствия, которые сказываются не только на наших, но и на будущих поколениях. Нам осталось 3-4 поколения, то есть 60-80 лет до точки невозврата, когда конец нашей цивилизации станет очевидным и ощутимым всем из выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого в конференции в Минске. Если продолжать в таком духе, биосфера неизбежна и неповторимо будет уничтожена атмосферой. Есть ли выход из этой ситуации и как на нее может повлиять Skyway? Что такое Skyway? Это принципиально новая транспортная система эстакадного типа с подвижным составом и всей сопутствующей инфраструктурой четвертого поколения. Это специальный автомобиль на стальных колесах, размещенный на предварительно напряженных струнных рейсах, установленных на опорах промежуточных и анкерных. Струнный рейс это неразразная по длине стальная железобетонная или стали железобетонная балка, оснащенная головкой рельса и дополнительно усиленно армированная. В рельсах предварительно наценки струны с усилением до 500 тонн. Коэффициент полезного действия стального рельса и стального колеса 99%. Притом стоимость рельса струны гораздо ниже стоимости железнодорожного рельса. Путевая структура спроектирована так, что при любых изменениях температуры происходит усиление натяжения струны, именно поэтому конструкция всегда сохраняет устойчивость. Благодаря высокой ровности и жесткости рельсу струнной путевой структуры сверх аэродинамичности подвижного состава отсутствует экранного эффекта на струнном транспорте достижимой скорости движения до 550 км в час при движении в воздушной среде и более 550 км в час в вакуумной струнной трубе. На картинке вы видите, что рельсовый автомобиль юнибус движется по двум тонким струнным рельсам, натянутым между опорами. Легкая ажурная конструкция, которая может быть построена в условиях тайги, болота, реки, гор. Струнные рельсы крепятся на исключительно прочных, но легких опорах, спасая от уничтожения плодородных слой почвы. Правозная способность и грузоподъемность состава от 1 до 250 и более миллионов пассажиров в год. Это быстрый, экологически чистый и крайне дешевый транспорт юнибус, юникар, юнилёд, который может заменить поезда, автомобили и самолёты. Преимущества струнного транспорта их много по всем направлениям. Этот транспорт намного надежнее и безопаснее любого транспорта на сегодняшний день, который может спасти миллионы человеческих жизней. Система движения организована таким образом, что исключена вероятность столкновения. Каждый юнибус движется согласованно со всеми другими. Расстояние между ними неизменно. Между скоростными юнибусами более трёх километров. Если юнибус сломается, то через несколько минут его возьмёт на буксир сзади идущий юнибус. Другие автомобили остановляются в аварийном режиме и направляются в обратную сторону, либо на встречную линию, которая переключается в режим работы однопутной трассы. предусмотрен целый ряд мер по обеспечению безопасности. Благодаря второму уровню размещения и противосходной системе аварийность на транспорте SkyWay снизится более чем тысячи раз. Струнный транспорт даёт возможность дёшево строить пути в любой местности, надёжен и безопасен в любых пневматических условиях, при любых температурах воздуха, устойчив к терактам и природным катаклизмам, туманам, пешаным бурям. Гастронного транспорта не предоставляет опасности ни гололёд, ни снег, так как механическое напряжение между колесом и небуса и головкой рельса очень высока и рельсы самоочищаются. Анкерные опоры устанавливаются каждые 2-3 километра. Промешуточные опоры 25-300 метров. Банковая конструкция может быть на расстоянии пролёта до 5000 метров. В случае обозрева или повреждения путевой структуры длиной в 30 метров вероятность аварийного состояния хотя бы одного глинипуса одна из 100. Даже если взорвать несколько опор подряд, это не выведет трассу из строя, так как путь не прерывен. Гарантированная долговечность транспортной эстакады Skyway 100 лет. Это экономия сырья, энергии, земли, труда и финансов минимум в 10 раз. Из заключения Института проблем транспорта Российской Академии Наук струнный транспорт Емитского является самой экономной транспортной системой из всех известных. Передцит ресурсов и рост цен на них несёт для цивилизации серьёзные риски. А поиск новых источников сырья, энергии, воды, и пищи затруднён. И во многом это связано с дорогами, с транспортом. Ажурная путевая структура, размещенная над поверхностью земли, имеет низкий расход ресурсов на сооружение. Это миллиарды тонн экономии стали и других металлов на этапе создания сети дорог. Это миллиарды кубических метров бетона, железобетона, асфальтбетона и грунта. Это миллиарды тонн экономии энергии в нефтяном эквиваленте. Скайбей вернёт земле плодородный слой огромнейших территорий, сохранить леса, движение грунтовых поверхностных вод, освободить атмосферу от миллионов тонн углекислого газа. Спасена будет не просто земля, а самый ценный минеральный ресурс на планете плодородная живая почва, которая даёт всем нам жизнь. Гомос в почве создавался живыми организмами в течение миллионов лет, не для того, чтобы его закатывать спасать. Это транспорт повышенной комфортности, который даёт возможность жить и работать там, где хотим. Двигаться в общественных или персональных юни-юни-лё-тах со скоростью 500 км в час в любую точку света. Это мягкий бархатный путь с комфортными сиденьями, без шума, с большой площадью остекленения, с кондиционером, без ударов. При самых неблагоприятных внешних воздействиях верх опоры смешается в пределах от 1 до 5 мм, что исключает дискомфорт пассажиров. Пассажиру будет предоставлено многоканальное музыкальное и телевизионное решение, междугородняя телефонная связь и интернет, специальные услуги для бизнесменов, пассажиров с детьми и инвалидов, что превратят обычную дорогу в наслаждение. Магистральные юнибусы, даже самые маленькие по габаритам превышающие микроавтобус, герметичные и снижающие сброс на пути отходов. Каждый может иметь свой личный юнибус или пользоваться общественным. Вызываем персональный юнилит, который будет стоить заширь для автомобиля, выбираем маршрут, нажимаем кнопку старт и поехали. Сейчас нужно купить акции SkyWay стоимостью около 500 фунтов, чтобы иметь свой персональный юнилит через несколько лет. Следует оценить те возможности, которые заложены в проект. Высокоскоростной транспорт между городами и регионами, странами и континентами. Скорость движения до 500 км в час. Например, из центра Москвы до центра Санкт-Петербурга пассажир доберется на юнипусе за час 40 минут без пересадок и ожидания. А с услугами авиации в лучшем случае за 3 часа. Притом поездка обойдется в 7 раз дешевле, чем в обычном поезде. А на путешествие понадобится в 10 раз меньше энергии. Стоимость высокоскоростной трассы от 3 миллионов долларов за километр. Для сравнения, чтобы построить только 55 431 метр монорельсовой дороги, в Москве было потрачено 221 миллион долларов. Притом город каждый год доплачивает 26 миллионов долларов на содержание этой дороги. Городской, подвесной и надвесной транспорт, который может разгрузить наши пробки и быстро и за небольшую плату доставить любую точку населенного пункта. Как общественный, так частный. Скорость движения до 150 км в час. Высотные здания соединены высотными дорогами и одновременно служат как станции и административные здания, в которых могут быть расположены офисы организации и различные общественные заведения, а также и квартиры. Грузовой, надвесной и подвесной транспорт предназначен для перевозки сыпучих промышленных жидких, штучных, специальных грузов, бытовых и промышленных отходов до 250 тысяч миллионов тонн в год и в два раза дешевле, чем железная дорога. В грузовых терминалах будет автоматизированная разгрузка грузовых великваров, где на ходу будет разгрузить железнодорожный состав. Это барабан 20 метров, куда заходит поезд и два вагона весом по 100 тонн каждый поворачивается вокруг оси стыковки и высыпает груз. Грузовые трассы Skyway позволят дешево освоить новые территории для добычи полезных ископаемых трудно в доступных местах горы, тундра, океан, пустыни. Морской струнный транспорт для перевалки грузов, а также для пересадки пассажиров с подвижного состава Skyway пассажирские судна. Порт размещается на шельфе в открытом море до 10 и более километров от берега. Экологичный, экономный, надежный и более стойкий в разных климатических проявлениях. Волны в открытом море имеют меньшую высоту и представляют для судов меньшую опасность, чем у берега. Разработана также технология построения автодорожных мостов вантового типа, вследно-посадочные полосы, построенные с применением струнных технологий. Skyway это намного больше, чем транспорт. Это новая инфраструктура транспортной системы, новая инфраструктура объектов недвижимости, новая инфраструктура системы взаимосвязи и новая инфраструктура производства. Skyway выведет на рынок многие новые технологии, новые двигатели электричества нового поколения. Рельсо-струнная эстакада спроектирована с возможностью совмещения путевой структуры и опор с воздушными и кабельными линиями связи проводными, оптоволоконными, сотовыми и радиорелейными, линиями электропередач кабельных и воздушных, а также солнечных и ветряных электростанций как для собственных нужд, так и для представления услуг сторонним пользователям. Это не только транспортная, это коммуникационная сеть, по которой эффективно, безопасно и экологично будет перемещаться пассажиры, грозы, энергия и информация. Проектируется одновременно с созданием эстакады. Нанофатоника передача информации с помощью световых сигналов. Это дешевле, проще и менее энергозатратно, чем радиоволна, как сегодня работают мобильная сеть и операторы. Будущее интернета будет за нанофатоникой, а основа для нанофатоники транспортные коммуникации Skyway. Оптовое волокно позволяет передавать информацию в неограниченном количестве. Транспортная сеть Skyway это информационно-энергетический транспортный коммуникатор, который будет передавать неограниченное количество грузов и ограниченное количество информации и очень дешево большое количество энергии. С развитием технологии Skyway изменятся все отрасли экономики, новые строительные материалы, сельское хозяйство, туризм, информатика, производство. Это четкий экономический бизнес-проект, который позволит выводить на рынок новую отрасль. Девелоперские проекты это инновационные проекты строительных сооружений и их элементов, которые базируются на использовании струнных технологий. Это высотные здания с использованием варковного стекла, это мосты и путепроводы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Одновременно со строительством дорог будут создаваться линейные города, пешеходные поселения городского типа, которые соединены с существующими городами и друг с другом высотными трассами экологически чистого и безопасного транспорта Skyway. В центре кластера размещено высотное многофункциональное торгово-развлекательное здание доминанта, совмещенное со станцией Skyway. Вокруг доминанта размещена низкая этажная жилая застройка, семейный дом, где ваши дети смогут развиваться по гармонии с природой, дышать чистым воздухом, кушать натуральные продукты, выращенные на своем участке. В течение 30 минут со скоростным и безопасным юнибусом вы можете преодолеть расстояние до 250 километров и без пробок приехать в город на работу, а вечером вернуться в свое комфортное экологическое поселение среди природы. Капитальные затраты на строительство и содержание такого жилья будут значительно ниже существующих. Этим домам не нужны будут большие городские сети, очистки водоснабжения и мощные репрестанции. Их заменит атомные установки энергоснабжения и переработки отходов. Сельское хозяйство будет давать тот продукт, который невозможен сегодня, когда наш растительный мир разрушен. А недостаток даже одного микроэлемента ведет к нарушению обмена вещества в организме человека. За 36 лет полностью разработана и продемонстрирована технология, с которой можно выходить на рынок. Остался завершающий этап в создании новой транспортной системы. Строительство сертификационно-демонстративного центра струнных технологий, где технология будет продемонстрирована и выйдет на рынок. Основываясь на опыте таких мировых компаний, как Boeing, Apple, Google и многих других успешных стартапов, был выбран самый оптимальный способ финансирования финансовой поддержки проекта – crowd investing, другими словами, народное финансирование посредством продажи пакета акций мелким и средним инвесторам по доступной цене. Так росли и развивались все крупнейшие корпорации мира. Также Генри Форд строительство завода начал при помощи частных инвесторов. Это дает возможность каждому из нас, независимо от финансовых возможностей, стать совладельцем компании и технологии на начальной стадии внедрения. Те, кто прикупил акции компании Microsoft, Apple и Alibaba в самом начале их становления, сегодня сказочно богаты. Возможность инвестировать в эти проекты была дана немногим. Если бы в 76 году всего за 8 долларов купили бы акции компании Apple и стали совладельцем, сегодня их стоимость была бы 550 миллионов долларов. Сегодня у каждого из нас есть шанс повторить успех инвесторов Google Nokia Microsoft, став партнером компании, выходящей на мировой рынок с уникальным технологием. Начальные этапы народного инвестирования привлекательны тем, что акции продаются по ценам тысячи раз более низким, нежели их ожидаемая итоговая стоимость. Компания Skyway находится на начальном этапе развития, поэтому стоимость акций очень низкая. То, что скоро будет стоить сотни тысяч, сегодня можно купить за несколько сотен пунктов. Огромный дисконт приумножит ваше вложение в тысячи раз и позволит получить пожизненные ригенды. На каждый этап развития АИК всего 14 предусмотрено и должно быть отписано под инвесторами определенное количество акций с определенным дисконтом. По мере прохождения этапов дисконт постоянно снижается. Сегодня мы находимся на четвертом этапе развития и данный этап предполагает трансфер трех миллионов акций с дисконтом в диапазоне от 1 против 150 до 1 против 500. планок компании выйти на мировые фондовые рынки IPO в 2017 году и довести акции до их номинальной стоимости 1 акция 1 стерлингов. Однако с приходом в проект больших инвесторов этот период может значительно сократиться. С началом строительства демонстрационных трасс все больше крупных инвесторов начнут приходить в проект и дисконт может начинать падать каждый месяц и каждую неделю. Очень важный момент, что сегодня покупая акции мы становимся совладельцами корневой компании и технологии Skyway и мы будем получать дивиденды не только от прибыли самой компании но и всех адресных проектов в которых использована технология по всему миру в течение всего жизненного цикла технологий а это не менее 100 лет где бы не использовались технологии мы будем получать дивиденды от эксплуатации дорог и продажи технологий акционеры также смогут продавать свои акции подорожавшие к этому времени в сотни и тысячи раз в этом году мы уже переходим к реализации адресных проектов и скоро люди которые захотят купить акции корневой компании уже не смогут их купить а крупные инвесторы будут покупать ваши акции если захотите их продать по 2-3 фунта сегодня всем нам дана уникальная возможность которая ограничена как временем так числом акций и тот кто сейчас войдет в долю компании уже через несколько ближайших лет станет полным хозяином своей жизни 15 этапов развития сегодня мы находимся на 4 этапе сегодня мы финансируем разработку проектно-фикнической документации что является основой основ и начало строительства демонстрационных участковых дорог для грузового пассажирского и скоростного транспорта со всей инфраструктурой и последующей их сертификацией мы даем возможность конструкторам работать мы даем возможность аренды помещения закупки оборудования работы модельному цеху чтобы уже весной компания вышла на строительную площадку благодаря нам этот проект может начинать свой путь внедрения в этом этапе входит работа с заказчиками и поставщиками оборудования комплектующих узлов и агрегатов для создания опытно-промышленной базы с участками грузового городского и высоко скоростного транспорта эстакатные путевые структуры подвижной подвижной и инфраструктура второго уровня станции вокзалы грузовые терминалы стрелочные переводы система управления и другие проводится работа с заказчиками по всему миру по адресным проектам и реализация некоторых адресных проектов начнется уже в этом году после капитализации начинается строительство дорог Skyway по всему миру начинается рост акций и дивиденды акционеры получат три вида доходов от акций дивиденды рост акций и доходы от девелоперских проектов для постройки демонстрационного участка нам нужна сумма 300 миллионов пунктов стерлингов себестоимость только тех документаций будет стоить минимум 1 миллиард а всю тестовую площадку со всей инфраструктурой скажем питательцы купили бы за 10 миллиардов если бы компании хотели продавать стратегической целью Skyway является создание на планете 21 веке сети дорог протяженностью порядка 50 миллионов километров за какое время это можно сделать путевая структура будет строиться с помощью лазерной робота робота техники проектируемая мощность одного робота который будет строить эстокат Skyway от 100 до 300 метров в минуту это тысяча километров за 4 дня это только один робот наша основная задача это финансирование проекта Skyway для скорейшего вывода инновационной транспортной системы на мировой рынок мы рады видеть всех кто заинтересован при эффективном вложении собственных средств одновременно подарив человечеству уникальный шанс сохранить жизнь на земле акционерам крупных компаний не страшны ни мировые локальные кризисы ни инфляции ни иные экономические катаклизмы уже сегодня у нас имеется портфель заказов на 164 миллиарда долларов от заказчиков из разных стран мира которые ожидаются дефекации технологий 10 только 10 процентов авансовых платежей это 16 миллиардов долларов один день 30 раз окупят все вложения предыдущие и нынешние трасса Ханой Хашимин 1200 километров которая будет связывать миллионное население Ханой почти 8 миллионов жителей Хашимин более 8 миллионов жителей через каждые 7 минут там боинг китает почти жиропоток около 1 миллиона человек в сутки даже если каждый будет платить по 10 долларов это 20 миллионов за сутки если в двух направлениях до окупаемости за полгода грузовая грузовая трасса в Боливии от железно-рудной горы Мутун до побережья океана с погрузочным терминалом прибережных водок океана время строительства около полугода и окупаемость 4 месяца рентабельность 250% годовых и так далее настоящая стадия это в основном разработка проектно-смертной документации для создания сертификационно-гелансеративного центра и эта работа осуществляется на проектно-конструкторском предприятии Skyway в Минске которое было организовано в мае 2014 года в Белоруссии мощная промышленность здесь был сборочный цех автопрома и военпрома СССР на предприятии работает более 80 конструкторов сформированы 3 управления и 15 конструкторских бюро разрабатывается документация на 3 направления грузовой городской высокоскоростной комплекс каждый из них имеет 3 системы подвижной состав инфраструктура 2 уровня и дорога эстакадного типа и как говорит Анатолий Эдуардович построить тестовые участки это означает построить не только дороги и транспорт это означает построить здания сооружения сборочный цех разгрузочные и погрузочные терминалы для грузовых сетей автоматизированную систему управления станции вокзалы депо стрелочные переводы линии электропередач связи к лету нужно сделать документацию на весь этот комплекс силами сравнительно небольшого коллектива высоких профессионалов и единомышленников за короткий период времени выполнен огромный объем работ с которым обычно справляются крупные проектно-консультерские институты на сайте Юницкого можно посмотреть отчет о работе 2014 года этот отчет позволяет убедиться в четком соблюдении сроков выполнения поставленных задач и правильного пути развития Минского проектно-конструкторского предприятия Skyway участок земли 40 гектаров который выделен для городской и грузовой трасс Белоруссии где начнется строительство демонстративных трасс весной 2015 года начнет строить инфраструктуру сети электросети канализации связи ставить опоры фундамент зданий и сооружений и начнут размещать заказы на поставку оборудования и комплектующих как говорит Анатолий Эдуардович придется размещать около 100 заказов на двигатели на элементы систем управления на прокат на полимерные многокрасочные материалы элементы путей структуры депо станций основных элементов оборудования подвижной состав это сотни поставщиков с которыми нужно будет с каждым договориться о цене о поставке о качестве при том на конкурсной основе в основном это будет проделано в 2015 году чтобы уже в 2016 все это собрать и приступить испытания по грузовому транспорту осуществить пуск наладочной работы чтобы в конце 2016 года сертифицировать пригласить заказчиков и подписывать контракты мы уже подошли к адресным проектам мы будем на 20% в доме любого адресного проекта адресный проект добычи марганцовой руды и спуск ее от места добычи до горно перерабатывающего комбината в Грузии адресный проект сибирский холод доставка байкальской воды 10% питьевой воды в мире в Байкале цена воды не ниже нефти в Колумбии имеются заказы на тестовые участки для горных условий ноября 2014 года в ряде проектов стран нужной Америки было принято решение использовать технологию струнного транспорта здесь хорошо видны скайхаусы которые разработали дизайнеры компаний станции 30-50 этажей совмещенные с жилыми и офисным помещением армированы струной внутри теплицы с микрофлиматом на верхних этажах грузовая трасса в горных условиях где невозможно проникнуть простым железнодорожным транспортом и так что же предлагает проект SkyWay абсолютно новый технологический транспорт с 12 базовыми преимуществами с 15 этапами запуска проекта с выходом на IPO до 2017 года с принципом финансирования краудинвестинг или народное инвестирование срок окупаемости дорог от 3 до 5 лет предполагаемая доходность от 20 до 100 процентов в год у каждого из нас есть выбор и у вас сегодня есть выбор жить в таком мире который пишет своей безысходности притвориться что все хорошо и передать такой мир своим детям один высокопоставленный представитель власти в том же фильме небо на колесе говорит и без слова мы же с вами дворы вы понимаете мы живем за счет наших будущих поколений самым натуральным образом забираем то что не нам положено многое уничтожили без зазрения совести как будем отдавать долги этот проект слишком грандиозен надо подумать думать еще на нашей земле остались уголки с синими озерами цветущими лугами зеленым местами еще мы можем побыть в объятиях матери природы еще мы возможно можем ее спасти любая идея опередившая время сначала кажется бредом а потом воспринимается как нечто само собой разумею в жизни так было с интернетом так было с телефонами с электричеством с самолетами со всем что мы сегодня воспринимаем как само собой понятное и без чего не представляем своей жизни и так будет с транспортной системой Skyway для кого-то это просто фантазия для кого-то далекое будущее а для нас это уже настоящее которое творят конструкторы дизайнеры компании Skyway и которые очень скоро воплотятся в реальном облике на земле вы можете подождать можете понаблюдать со стороны пока другие сделают и это будет ваш выбор и за это вас никто не осудит но со своим маленьким укладом вы можете сегодня помочь сотворить великое дело для себя для своей семьи детей внуков и для нашей семьи случайности не случайны и если эта информация попала к вам примите и делитесь ее благодаря компании Skyway именно у вас появилась возможность изменить ситуацию в лучшую сторону как для планеты в целом так и для своего личного мира одна наша коллега написала такие слова впервые в жизни я могла надеть деловой костюм оставаясь при этом целостной и честной вместе со Skyway мы остаемся целостными и честными перед собой перед нашей землей и перед людьми с которыми мы делимся информацией в основе проекта Skyway стоит великая миссия его создать и спасти нашу планету и мы приглашаем всех людей до проявления соединиться этот проект жизни нам необходим нашей терроризации и нашей планете в своем видении о Skyway с вами делилась и на ра моего всех благ вам и процветания до сих пор до сих пор Продолжение следует...